Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. В сегодняшнем видео я решила записать о ремнях. Все очень просто. Если у вас уже есть своя коллекция ремней, соответственно, вы выбираете тот ремень, который вам нравится, по цвету, вы выбираете ту высоту ремня, которая подходит, и носите его там, где он вообще-то должен находиться, а именно в брюках есть специальное отверстие, вы туда продеваете, и все смотрится очень красиво, очень актуально. Особенно в случае, что современные тенденции таковы, что край одежды, как минимум край одежды рекомендуется заправлять в брюки, и это придает некую расслабленность стилю. Если, опять же, одежда, ее толщина, ее плотность позволяет заправить полностью в брюки, либо в юбку, то, в общем-то, так мы и поступаем, мы заправляем, соответственно, ремень прекрасно видно, и он хорошо украшает. Это отличный аксессуар, который очень хорошо работает. Если же у вас еще нет ремней, никогда не было его, задумывайте о своей покупке, я рекомендую вам купить ремень вот такого цвета, ярко-коричневый ремень, он прекрасно будет смотреться на черном, контрастировать, даже вот с розовым он хорошо смотрится, хорошо работает на темно-синим, на темно-коричневом, в общем-то, это, как это ни странно, универсальный цвет ремня, а не черный, как можно подумать, и не темно-коричневый. Соответственно, выбираем вот такой ремень. Учитывая, что современная мода допускает и даже приветствует заправлять всего один край одежды в джинсы, в юбку, либо в штаны, мы можем выбрать ремень самый бюджетный, который будет стоить совсем-совсем недорого, это может быть даже не кожаный ремень. Здесь самое главное – это цвет, это цветовой акцент. Соответственно, нет смысла тратить деньги на какие-то брендовые вещи, даже если это не брендовые вещи, мы идем в самый простой масс-шоп, фастфэшн, магазин фастфэшн, то, соответственно, даже там мы покупаем на распродаже самый-самый простой ремень и носим его, потому что пряжку никогда не будет видно издалека, никто никогда не объявит, это кожаный ремень или это не кожаный ремень. Соответственно, с этим все ясно, если мы носим ремень в месте, где, в общем-то, он и должен быть, где для него предусмотрено специальное отверстие. Что мы делаем, если мы хотим задрапировать одежду? Очень часто хорошо смотрятся образы из одежды оверсайз, из свитеров оверсайзов, например, на мне свитер оверсайз, возможно, этого не видно, потому как сверху надет еще жакет. Вот из такой тонкой шерсти, этот свитер очень-очень большой, очень объемный, он будет хорошо смотреться задрапированный поясом где-то в районе талии. Там нужно посмотреть, кому как идет, в общем-то, кому-то идет чуть выше талии, кому-то чуть ниже, как мне, а кому-то на талии. Но проблема таких луков состоит в том, что ремень скользит, фактически кожаный ремень, либо из кожезаменителя вот такой гладкий, он ничего не может задрапировать, потому что все это не удержит. При первых шагах, сделанных вами, в общем-то, вы поймете, что складки сместились, драпировки сместились, и все это уже не так красиво, как вам хотелось бы, как вы, в общем-то, и смогли изначально сделать. Соответственно, есть маленький трюк, маленькая хитрость. Что мы делаем? Мы берем самую обыкновенную резинку, это может быть вот такая резинка, она досталась мне, пришла на коробки, где были мои интернет-покупки из интернет-магазина, соответственно, коробка была перетянута, зафиксирована вот таким ремнем. Мне не пришлось даже брать иголку и нитку в руки, уже все было зашито, все было скреплено, это прекрасный подарок. И, соответственно, я до сих пор его использую, да, я надеваю его, в общем-то, смещаю чуть ниже, чуть выше, в зависимости от того, что я драпирую, и прекрасно все держится. Резинка может быть самая непрезентабельная, потому как за драпировками, скорее всего, ее не будет видно. Но поверх такой резинки мы можем надеть, в общем-то, ремень, который нам нравится, который нам кажется подходящим, и, в общем-то, ремень будет нести свою эстетическую функцию, он будет цветовым акцентом, в то время как резинка будет выполнять свою функцию держать то, что мы задрапировали, то, что мы аккуратно и хорошо сложили. По поводу резинок хочу сказать, что очень часто резинки для волос я использую для драпировки рукавов. Это позволяет рукавам не смещаться, не сползать и держаться там, где мне хотелось бы, чтобы они держались. Это также позволяет девушкам, которые очень часто забирают волосы в космос, потому что распущенные волосы – это не всегда удобно, они оставляют резинку где-то вот здесь, в общем-то, смотрится это не очень хорошо эстетично. Если мы ее переместим вот сюда, на рукав, который мы хотим задрапировать, это будет прекрасный вариант. Соответственно, эти резинки продаются в любом супермаркете. Самые простые резинки для волос любого цвета можем взять, можем контрастировать с основным джемпером или что мы хотим – рубашку или блузку задрапировать. А могут быть в цвет, тон в тон. В общем-то, здесь особых рекомендаций я дать не могу, потому как полная воля выбора за вами. И что мы делаем, если, в общем-то, у нас нет резинки под рукой и нам негде ее купить, такое тоже бывает, мы берем наши старые колготки, которые мы не носим, которые нам не жалко, и отрезаем от них верхнюю часть. Чем не резинка, в общем-то, прекрасно работает эта резинка, я на себе проверяла, один раз в горах у меня не было резинки моей, и, соответственно, я отрезала ее, в общем-то, все прекрасно у меня держалось, драпировалось и так далее. Ничего не нужно сшивать, и в этом, в общем-то, ее преимущество. Что делать, если у нас нет резинки под рукой для волос, чтобы зафиксировать рукав? А мы берем детский носок маленький, и, в общем-то, аккуратно отрезаем тоненькую резиночку, ну-ка, стараемся, чтобы все это выглядело эстетично, и, в общем, также здесь фиксируем, все прекрасно держится. Кстати, хочу сказать, что многие марки выпустили держатели рукавов, то есть специальные а-ля браслеты. Это не совсем браслеты, потому как браслеты обычно более мягкие, соответственно, резинка не способна удержать рукав. Вот на этих держателях рукава резинка плотная, она, как правило, украшена стразами, либо какими-то бусинами, Хочу сказать по собственному опыту, потому что у меня был такой фиксатор, они обычно продаются в паре. Не нужно их покупать, не нужно тратить на них деньги, потому как этого фиксатора все равно не будет видно. Он накроется верхней частью рукава. И, в общем-то, вот так вот все очень просто, все очень красиво. Используйте ремни, используйте их часто и много, потому что это очень-очень-очень красиво. И проблема того, что ремни не держатся, ремни смещаются, теперь больше не существует, потому что у вас есть вот такая замечательная резинка. Ну что ж, всем хорошего продолжения дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok